Легендарному комментатору Владимиру Новицкому сегодня исполняется 70 лет. Но даже в этот праздник мэтр белорусской спортивной журналистики на расхват и также голоден до профессии. Новицкого по праву считают самым известным белорусским комментатором, который был очевидцем главных побед нашего спорта за время суверенной истории. Андрей Козлов лично поздравил юбиляра. Слезу у сентиментального Новицкого нашего воспоминания не вышибло, значит, слава богу. Так случилось, что это интервью образца осени 2022 года в эфире появляется только сейчас, но так даже интереснее. Здание с колоннами, известное долгое время просто, как БТ, два телеканала БТ и ЛАД, оттуда выходили в эфир. Ну а здание рядом, вот это дом желтого цвета, там на первом этаже располагалась главная редакция спортивных программ. Тема – легендарная победа Минского Динамо в чемпионате СССР 1982. Удивительным образом, что ровно за год до той невероятной истории в профессию на телевидение пришел Владимир Новицкий. И нам всем очень повезло. В 1981 году, 25 мая, мой первый рабочий день на белорусском телевидении, нет ни в спортивной редакции, в главной редакции информации, должность администратор, по сути дела курьер. Мне уже 27 лет, я уже высшее образование БПИ имею за плечами, но короны не было, падать было нечему. Был болельщиком, болельщиком эрудированным, мои футбольные университеты были на стадионе Динамо, там была такая замечательная металлическая таблица с фигурками футболистов. Кто-то говорил «гай парк», кто-то это называл «кучей», пошли на кучу. Это было интересно, это было опоздавательно. Ну и вот эрудированный болельщик написал письмо в спортивную редакцию БТ белорусского телевидения, что вот я вижу, как можно передачи, комментарии улучшить. Витаю вас, поваженные товарищи. Самая приемная спортивная падения минулого тыня – это ведома перемога на чемпионате света по фехтованию у американским городе. Демеры сборной команды Советского Союза «Рапиры» стал. В то время каждый матч события, и наряду с успехами наших спортсменов, событием был и голос Владимира Новицкого. В 90-е и начало нулевых, до наступления цифровой революции, появление соцсетей к спорту относились так же. А рядом с белорусским спортом был именно он. Меньше двух с половым минут до конца третьего периода. Шайба попадает в маску. Кто писал и отскакивает шведские ворота. 4-3, 4-3. Новицкий родился в 1954 году в Бресте в семье военного. Окончил Белорусский государственный политехнический институт по специальности инженер-энергетик. Позднее получил красный диплом заочного отделения факультета журналистики БГУ. И в спортивную журналистику попал благодаря письму, которое написал в дирекцию спортивных программ белорусского телевидения. Это было предначертано судьбой. Владимир Новицкий награжден специальной премией президента «Белорусский спортивный олимп». Является заслуженным деятелем культуры Беларуси. 12 олимпиад прошли с его участием. Этим из наших коллег похвастаться не может никто. Вот это восхищение, знаете, спорта, вот этот интерес, вот как зрелище. Оно у вас, вот как вы умудрились сохранить его? Потому что я вижу, не всем коллегам это удается годами. Да я думаю, без этой любви, Андрей, вы это подтвердите сами. Без этой любви в нашей профессии и нечего делать. Благодаря ему в профессию приходили многие, да даже авторы этого сюжета. А магия и искренность, которые сегодня исходят от Владимира Николаевича, влюбляла и влюбляет спорт. С днем рождения и долгих лет жизни и любви к лучшей профессии на земле. Дорогие друзья, уважаемые болельщики, спасибо вам, что за эти десятилетия чувствовал ваши добрые отношения, чувствовал вашу поддержку. Всего вам доброго, первый национальный телеканал Владимир Новицкий. Андрей Козлов, Илья Максимов, агентство теленовостей.